Музыка Наш покойный отец, он очень долгое время проработал в Атутинской администрации. Занимал должность замначальника капитального строительства нашего Атутинского района. Он был очень на хорошем счету. Все крупные объекты по массиву Троещины принимались и вводились в эксплуатацию благодаря нашему отцу. Он был очень специалист большой буквы. Поликлиника взрослая на Закревского была принята благодаря отцу. Детская поликлиника на Вигуровском бульваре тоже была принята благодаря отцу. Церковь наша Троещинская тоже была принята благодаря нашему отцу, потому что он проводил очень много расчетов. В том месте церковь невозможно было построить, но он сделал все чисто со строительной точки зрения для того, чтобы ее там воздвигнуть. И на памятной тоске его фамилия тоже там запечатлена. То есть столько, сколько он знал о коммуникациях всевозможных на нашем массиве, не знал никто. Будучи, наверное, уже в возрасте 70 с лишним лет, к нему обращались из нашей районной администрации, поскольку он ее тоже строил. И была утеряна вся техническая документация, он подсказывал, где чего, где какие разводки, к чему, что можно подсоединить. То есть он знал очень много о всех коммуникациях. И даже был такой момент, когда ушло все основное руководство, то есть начальник ОКСА, замначальника головы администрации, ушли в Киевсовет. Ну, отец, скажем так, не стал поработать и тоже ушел. Ну, он уже был пенсионного возраста. Ну, а потом возникла идея с Виталием Петровичем строительства вот такого грандиозного сооружения, как кооператив. Здесь ничего не было? Здесь был пустырь. То есть я помню, я сюда приезжала, здесь были одни намытые пески. То есть улица была до Лисковской. Все остальное это были намыты. И планы про застройки ничего не было? Ничего абсолютно. Тут были огороды людские. Здесь вообще яма была. Да, яма. И сюда свозили мусор с овощного рынка, выбрасывали как на помойку вот здесь. То есть как на сварке? Да. И где-то от 6 до 9 метров тут подсыпались. Даже местными жителями уже разговаривали. Так они говорят, там такие ямы были, ну и вода стояла. Такое все. Поэтому они тогда обратились в администрацию, нужно выделение. Ну, скажем так, поскольку отец очень долго проработал в Отечественской администрации, вот, то приложив усилия, они все-таки добились того, чтобы и вывести землю в постоянное пользование, создать проектную документацию, ввести в эксплуатацию. То есть это заслуга отца. Но отец, он, скажем, он не бизнесмен, он именно строитель. То есть все, что касалось вот именно строительства, чтобы все было согласно закону, вот, это все то, что касалось отца. Вот, а уже, как бы, Виталий Петрович в паре с отцом, вот, Виталий Петрович был с этим в другом направлении, он больше бизнесмен. Вот, поэтому, вот, произошло то, что произошло. То есть имеем на сегодняшний момент самый большой кооператив автогаражный в Украине, аналогов нету. То есть сюда привозил и Солей, и Макроусов, и Александра Мельченко. Приводили сюда комиссии, чтобы показать образцовую показательную кооперативу. То есть это, как бы, у нас все это было на глазах. Ну, вот, ну, это, так скажем, предыстория того, что произошло. Как начиналось. И, на это обращение, произошло, как бы так, первые звоночки прозвенели в 2013 году, да? Или это было раньше? Скажем так, вы знаете, как бы, скажем, предысторию. Я занималась очень много лет бизнесом вместе с сестрой. Мой покойный муж, он был выездной за границу, поскольку я сидела с маленьким ребенком, там у меня как хобби было. Вот почему я ушла в предпринимательство. И он нам помогал. Ездил за товаром в Польшу, Белоруссию. И в одной из экспедиций, скажем так, он погиб в автокатастрофе. Ехал за товаром, он погиб в автокатастрофе. То есть у нас другого выхода как бы не было. Нужно было поднимать детей. На тот момент у меня было двое детей. И как раз вот это было уже, наверное, в 97-м году. Отец нам с сестрой предложил построить недвижимость. Но нужно было развиваться. То есть, чтобы это был не базарный вариант, там даже если это и магазины, но это на базаре. Вот нужно было как-то уже облагораживаться. Чтобы иметь свою недвижимость. Да, это самый такой фактор, что нужно было иметь что-то свое, чтобы развиваться дальше, скажем так. То он нам предложил построить коммерческие объекты на территории кооператива. И так появился вот этот красный дом. Да, но я ему сказала, с сестрой тогда, говорю, мы в строительстве ничего не понимаем. То есть, если ты берешь на себя строительство, оформление всей проектной документации, то есть мы готовы спонсировать деньгами, все. Вот, с деньгами, опять-таки, мы имели накопления достаточные. А потом, когда, знаете, вдвоем с сестрой, там намного все проще. Так это одному, это тяжело, когда вдвоем с сестрой, все намного проще. Вот, и отец взял на себя курирование строительства, а мы помогали ему именно деньгами. Как инвестор. Как инвестор, да. Начиналось все с простого, тут же ничего не было. Нужно было запускать машины с песком. То есть, сидели, писали. Сидели, писали, считали эти машины, жара, это, скажем так, трудоемкие. Привлекали мужа, сестры, привлекали моего сына, мамы. И на тот момент тоже где-то было лет, ну, да, лет 12. Он вместе с дедушкой ходил и тоже писал эти машинки, чтобы четко все это знали. Вот таким вот образом. Ну и самое обидное то, что когда отец умер, проработав много лет в администрации, мы с сестрой приехали туда. Мы хотели, чтобы люди, которые с ним работали, потому что очень много поставалось людей, поприсутствовали на прощальной панихиде здесь, на территории кооператива. Ну, вы знаете, даже венка от администрации мы не получили. Не отреагировали вообще? Никто не приехал. Ну, я понимаю, как бы все люди заняты, но хотя бы кого-то прислать с венком, что его помнят, что его знают, тем более к нему обращались. Такого недавно буквально, вот, я же говорю, за год, может быть, до смерти. Не, раньше, 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 ну, полгода. Они обращались, да, к нему по поводу этой документации. Весь архив был утерян, и они к нему обратились. Отец все по памяти, все рассказал, где что находится, где какие коммуникации. Я говорю, ты помнишь? Он, конечно, помню. Говорю, если я это строю, то почему я это не помню? И тут бах, и никто не, это самое, даже вообще никто не отреагировал. Ну, было очень обидно, конечно, потому что приехали очень высокие люди. Ну, был наш митрополит был на панихиде, было руководство из Киевсовета, а с Деснянской администрацией никого не было. Так вот было очень неприятно, скажем так. Вот, то есть, ну, а на строительство красного здания коммерческой недвижимости у нас есть и подтверждающие документы. Потому что была такая ситуация, что Виталий Петрович, отец, это же был, скажем, ноу-хау, вот этот вот кирпич на тот момент, это 98-99 год. Только-только появлялся. Это роменский кирпич. Про этот завод глиноземный никто не знал. Вот, ну, поскольку мы, отец бывший райенный, и мы жили долгое время в Ромнах, вот, подняли старые связи, узнали у людей, нам прислали проспекты, нам понравилось. Вот, и мы решили просто как-то выделиться на нашем массиве. Мы действительно выделились этим красным зданием. Его называют Пентагон у нас на массиве. Вот, я не знала об этом, сказали, может быть, месяца два об этом назад. Вот, ездили Виталий Петрович, ездил Геннадий, супруг Виолетты, отец мой с баурами денег, да, с автоматами, со всем, потому что это были колоссальные суммы денег. Тогда же такого не предполагали, нет, не было никого счета, была только наличка. А вот, знаете, как получается, что самое лучшее капиталовложение это трехлитровая банка у тебя под матрасом. Ну, это как бы гарантия того, что они останутся целыми. Вот, наученные горьким опытом. И вот таким вот образом мы потихоньку, потихоньку, как урочка по зернышку, клевали-клевали, привозили, завозили и строили. И в этом строительстве и участвовал супруг Виолетты. Для того, чтобы, когда построено своими руками, оно и относишься, и знаешь, немножечко по-другому. Ну, когда оно для себя, и когда это все делаешь для семьи, и дома, но совсем все по-другому. — Скажите, пожалуйста, говорят, что преждевременный уход Вашего отца связан каким-то образом с теми событиями, которые вдруг ни с того ни с сего возникли тогда в кооперативе. Так ли это? — В общем-то, да. И предпосылки к этому были очень серьезные. — Например, какие? — Если зайти немножечко издалека, вы знаете, как в любой работе между соучредителями бывают разногласия. Без этого не бывает, все гладкое не бывает. Естественно, между отцом и Викторием Викторовичем в определенных вопросах тоже были какие-то разногласия. Я не вникала в эти разногласия, но знаю, что в этот момент, это началось где-то с 13-го, конец 12-го, начало 13-го года, началось давление. Началось давление, потому что я видела по отцу, что что-то происходит не так. Когда мы пытались узнать, что происходит, он говорит, вам это не нужно. Но когда мы уже с сестрой взяли его с оборота, то есть всплыла такая информация, что к нему, ну, вот на почве вот этих вот разногласий к нему подошли люди в лице, это был на тот момент бывший главный следователь Днепровского района, Семенюк Владимир Иванович, подполковник милиции, бывший начальник управления по незаконному обороту наркотиков города Киева, Пруткой Владимир Григорьевич. И вот на этих вот разногласиях они начали строить, ну, скажем так, начали показать, начали, ну, не то чтобы требовать, а начали, как бы, говорить, что они наведут все по-другому, что они сделают все по-другому, для этого нужно, чтобы были... Они помогут. Да, что они помогут, да. Им нужна была уставная вся документация, оригиналы. Какие отношения с вашим отцом были? Ну, вы знаете, отец как бывший военный, он, а тут подполковник, полковник, то есть были достаточно доверительные отношения. Он как-то их уполномочил чем-то, какие-то функции? Нет, нет, ничего такого не было. Это все было до определенного момента. Потом, когда... Отец им очень доверял, но когда отцу в руки попала информация о рейдерском захвате ОСББ «Мотозаводец-6», он немножечко пересмотрел свое отношение. Один из этих? Да, да, да. Бывшим полковником Прутким, вот, там, где был произведен рейдерский захват этого ОСББ, и где решением суда им было, ну, как бы сказано о том, чтобы они вернули все уставные документы печати, вот, чего до сих пор еще не произошло. Отец начал задумываться, и тогда он отказал им выдачи всех этих оригиналов документов. А их интересовало... А они требовали оригиналы, причем интересные оригиналы, земельный... Акт на землю. На пусть и на коростывание. На пусть и на коростывание. Да, вот этот акт почему-то в первую очередь им... А они как-то вот объясняли, для чего им оригиналы документов, вообще без себя от проекта? Я так понимаю, для того, как они говорили, для того, чтобы навести порядок у нас в кооперативе. Хотя порядок был. Ну, в общем... Ну, хорошо, а в чем, по их мнению, был бес порядок? Я так понимаю, что их не устраивал в чем-то Виталий Петрович. Вот они воспользовались вот этим вот моментом, когда у них начались с Антолием Васильевичем, с отцом, разногласия, и подошли именно в этот момент. Отец человек не злопамятный, но, может быть, они на каких-то струнах сыграли у него, отец борец за справедливость был. Может быть, где-то в чем-то, не подумав, сгоряча, где-то с кем-то посоветовался. Ну, опять же, мне кажется, что это просто было больше не столько навести порядок в кооперативе, как больше заинтересовали виднокоммерческие объекты, скорее всего. Ну, они же наверняка понимают, что эти объекты не принадлежат ни членам кооператива, ни кооперативу, а Анатолию Васильевичу и Виталий Петровичу. Ну, у них же документов не было никаких, в принципе, мы не должны были им показывать эти документы. Вы наверняка задавали эти вопросы, кто является правительством, правильно? Вот, и знали, конечно. Они все об этом знали. Все они об этом знали. И тот же Макуха знал. А как они тогда, зная это, могли на это претендовать? Я так подозреваю, что это все неспроста, и за этим кто-то стоит. А по вашему мнению, кто? Ну, судя по тому, как развивается сейчас ситуация на Деснянском районе, я предполагаю, что это Мелехова Татьяна Ивановна. Возможно, она и не одна, возможно, с ней еще кто-то в паре, но это, скажем так, Пруткой, Семенюк. Они просто пешки в чьей-то игре. Хорошо. Гипотетически, что интересует тех, кто за ними стоит? 5 гектар земли? 100%. То есть, по вашему мнению, что они хотят сделать с этой площадью? Ну, я так понимаю, что интересы, это будет не автогаражный кооператив, поскольку у нас идет сумасшедшая застройка развлекательными комплексами, многоэтажными домами, то, скорее всего, 5 гектар это просто лакомый кусок для того, чтобы здесь что-то выстроить. Либо жилмассив. Да, либо жилмассив, либо развлекательные комплексы. После того, как отец отказал в выдаче документов, они начали ему угрожать, они начали приходить домой. Мама неоднократно их выгоняла и сказала, чтобы они не приходили к нам домой. Я тоже этого не терпела, потому что они приходили не к отцу в дом, они приходили ко мне в дом. После этого отец нервничал. Отец очень сильно нервничал, когда Семенюк с Прутким поняли, что таким путем, путем угроз, они ничем не могут добиться. А что именно, как они угрожают? Ну, я так понимаю, что там была, скорее всего, физическая расправа, потому что отец постоянно после этого начал ходить с отверткой в кармане. И боялся домой идти один. А мы еще работала, я рядышком, он мне всегда звонил, говорит, дочень, и мы по очереди и провожали его домой. Да, он боялся один ходить домой, потому что там, в общем-то, безлюдный участок, вот, и что угодно могло быть. Вот, такое было. И вот эти граждане, Семенюк и Пруткой, они написали нашу деснянскую полицию заявление о возбуждении криминального дела по поводу аферы денежной, ну да, штатя такая предусматривает шахариста в особо крупных размерах на Анатолия Васильевича Шевчука и Виталия Петровича Бойко. А в чем все эти аферы, по-другому? Что наши коммерческие объекты, выстроенные за счет хозяев гаражных боксов, что мы забрали эти деньги сначала, все это выстроили. Но если посмотреть на фотографии, то можно увидеть, что застройка шла неравномерно. То есть это не так, как вот везде фигурирует в судах, что мы воспользовались 100 миллионов с чем-то гривен. Такого не может быть, потому что сначала один гараж, другой гараж. Люди приходили не сразу, с копом принесли деньги. Люди приходили постоянно, неравномерно в течение двух лет. А наши объекты равномерно поднимались и строились одновременно. Да, и строились одновременно по периметру. Независимо от гаража. И по отношению после этой заявы следователем Деснянского райуправления милиции было возбуждено уголовное дело по поводу шахрайства. И решением суда была назначена проверка КРУ. Эта проверка вообще-то нонсенс, я не знаю, в практике. Почему? Потому что это недоходное, негосударственное предприятие. Его проверяла государственная служба. Ну, отец как-то пытался вообще обжаловать или тогда не было? Вы знаете, не то, чтобы он пытался. Отец настолько считал, что он ни в чем не виноват. Он даже не в этом виноват. Да, и что это только будет на пользу кооперативу, в том плане, что это будет... Чтобы доказать, что нету ничего. Ну да, что вся финансовая документация, что она соответствует действительности. Это 2013, да? Это был 2014 год. Потому что заявление было в 2013 году. Вот это вот, пока поступил по все, с 2014 года была проверка. Отец, зная, что он прав, зная, что тут все хорошо, он очень сильно нервничал. И в один... Даже еще не закончилась проверка. То есть, ну, настолько он был вот впечатлительным, что не выдержал. Еще шла проверка. Еще шла проверка, и он потерял сознание. Прямо вот здесь, вступочный на территории кооператива. И благодаря охране, которые знают, что отец настолько был пунктуальный, что в 7 утра, он обязательно был здесь, он делал вход в территорию. Его все знали, его как бы настолько уважали, что когда Шевчук не появлялся там, через 15 минут где-то в определенном месте, на КПП он любил посидеть, посмотреть, как работает охрана, все. Вот. Они забили тревогу, и начали его сказать, где он был в последний раз. Вот. И нашли его вступочный. Через два дня отец умер. Вот. То есть, я связываю, что вот этот вот чисто эмоционально-нервное вот у него произойдет, что перелет. Такое вот истощение от чего, ну, не выдержал организм. Ну, и возраст, скажем так, 77 лет. Хотя, бега по территории, я за ним не успевала. То есть, я намного моложе. И вот получается, что вот после этой проверочки, он, во время этой проверки, он умер. Проверка, слава Богу, как и предполагал отец, прошла отлично. То есть, никаких правонарушений выявлено не было. Граждане Прутко Семенюком не понравилось заключение экспертов этого аудита КРУ. Они подали в суд на экономиста, который проводил эту проверку. Но поскольку в ее действиях все было правильно, Семенюк проиграл этот суд. То есть, там было уже о чести и защите достоинства этого инспектора. Потому что, с ее точки зрения, как бы после проверки всего, там... Нет, я не спорю. Были мелкие нарушения. Но, опять же, это касалось индексации заработных плат. Это настолько такие мелочи, если смотреть в общем масштабе. Мизюк, следователь Деснянского, считал, что где-то неправильно был положен осваивать. За счет этих денег членов кооператива мы воздвигли свои объекты. И кричал на этих инспекторов, которые приехали опять-таки с проверкой КРУ. Вымеряли до миллиметра. Сверлили асфальт. Сверлили асфальт, вымеряли. Не было ничего. Все согласно тому, как оно проходило документации. И Мизюк кричал. Найдите что-то. Не может быть. Вы с ними в сговоре. В каком сговоре? Когда вот вам асфальт, вот вам результаты, вот вам эксперты. Ну, то есть, я так считаю, что это 15 лет наш бизнес просуществует. Существовал нормально. Никто никому не мешал. Через 15 лет кому-то понравилось все это. В 16-м году мы получили все судебные повестки в апелляционный суд. То есть, мы начали встречаться в апелляции. Апелляция по поводу лишения права властности на наши коммерческие объекты. Инициатором был Макуха Владимир Николаевич. Он мотивировал это тем, что он не знал, что это здание, построенное маме с сестрой, что приватизация произошла без его участия, что он должен был обязательно был поставлен в известность, что у него должны были спросить, и что он тоже хочет кусочек этого пирога. Это было прямым текстом сказано в суде, на что мы были очень сильно удивлены. И нас очень удивил тот факт, что прошло 6 лет после приватизации, и это дело почему-то по сроку давности дали ему ход. Хорошо. А объясните, на каком основании он претендовал на часть этой собственности? То есть, может быть, какие-то были мотивации, которые его заставили почувствовать себя, свой собственник? Первая мотивация, я так понимаю, была такая, что он тоже хочет иметь прибыль с того, что построено кем-то другим. Это то, что было сказано, озвучено в апелляционном суде, я была очень сильно удивлена. Как он сказал, что, говорит, это построено за деньги кооперативные, поэтому оно должно работать на кооперативном. Ну, я тоже хочу, а почему оно... Ну, вот почему-то вот они так решили, что оно кооперативное, хотя были проверки, было все, и как бы все, что все хорошо, и все нормальные проверки прошли, доказали, что это наши объекты, то есть построено за наши деньги, нет, все равно это должно работать на кооперативном. Скажите, пожалуйста, эти здания оба введены, по-скому? Да. А земля, на которой они находятся? Земля находится во владении кооператива. Ну, просто кооператив, он платит по одному тарифу за землю, а мы, как коммерческие объекты, мы платим стопроцентную аренду государству за эту землю. Эти кусочки земли вы не можете, да, оформить? Ну, может быть, и можно, но это очень трудоемкий процесс, и дело в том, что, может быть, этим-то все и закончилось бы, если бы не началась вот эта вот... Судовая тяготинность. Хорошо, вот пошли суды, макуха, апелляции, то есть, вот, 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 что вот, на каком этапе сегодня? Нас лишили права собственности, апелляция отменила решение Деснянского района по поводу нашего права собственности. Суд первой инстанции выиграли? Мы суд первой инстанции выиграли. Суд второй инстанции отменил действие суда первой инстанции. Вот, ну, мы не стали уже больше спорить, потому что и законы меняются, хотя мы понимаем, что законы обратной силы не имеют, но там было предоставлено так, что оказывается, имеют... Что судья неправильно, да. Да, о том, что судья вашей категории неправильно принял решение, и его отменили. После смерти отца мама написала письмо в нашу национальную полицию в управление Деснянского района о защите прав и достоинства, что отца довели до смерти. Была получена отписка о том, что это недоказуемо, рассматриваться не будет, то есть криминальное проваджение не было открыто. Когда при свидетелях Макуха Владимир Николаевич сказал о том, что довели, вот, началась уже судовая тяганина, что довели до инсульта Шевчука, доведем и Бойко, вот, тут у меня уже тоже, как бы, я не выдержала чисто эмоционально и решила все-таки добить то старое дело, которое мне сказали, что в криминальном проваджении мне отказано было. Я написала заявление о защите чести и достоинства моего отца, потому что отца уже на тот момент три года в живых не было, а дело до сих пор не закрыто, вот, и начала получать отписки, то следователь в отпуске, то замначальника следствия в отпуске, то они не могут закрыть его, то они не верят возможности, то мое заявление почему-то было прикреплено к тому криминальному проваджению, которое было открыто на отца. Долго смотрела, потом не выдержала, написала уже на Главное управление нацполиции города Киева, там это отреагировали быстрее, но опять-таки они спустили все на Деснянский район. С Деснянского района опять начали поступать отписки, тогда я начала требовать замены следователя. Опять были отписки. Потом совершенно случайно я узнаю, порывшись в реестр, сейчас же все у нас открыто, система, что криминальное проваджение, которое было заведено на Виталия Петровича, на нашего отца, оно было закрыто 30 сентября 2017 года. Очень обрадовалась. Потом всплывает информация, что 22 марта 2018 года по заявлению с имени Нюка Владимира Ивановича и Прудкова опять открыто уголовное дело с тем же номером. То есть их не устроили результаты проверки следователя. Когда он написал, что там ничего не выявлено, что на основании всех этих проверок там все чисто, там все правильно, они снова восстановили старое уголовное дело. И тогда мы с сестрой решили, ну, коль уже мы не можем добиться ничего, мы вместе с засновниками, с Павлием Петровичем Бойко, с Николаем Николаевичем Кивалом, решили поехать к депутату Мереховой Татьяне Ивановне. На тот момент она, почему поехали именно к ней, она была, ее, вернее, скажем так, ее супруг, ее дочка, они хозяева гаражных боксов у нас в кооперативе. Она очень много лет проработала с отцом в Атутинской администрации. То есть отец помогал ей, я думала, может быть, на старых вот связях, на старых вот по памяти она нам тоже поможет. Но когда мы к ней приехали, она была очень удивлена. Вот, скажем так, она была неожиданно так удивлена, она просто не ожидала, что была такая заминка, мы к ней попали на депутатский прием, именно за помощью обратились, чтобы она нам помогла, потому что, ну, как бы у нее все же на глазах было. Ну, как потом она сказала, что у вас один шанс, обращайтесь в суд. То есть только суд может вас всех помирить. Ну, поскольку у нас судебный, как все эти тяганина, она до сих пор продолжается, поэтому... Вот, будучи у нее на приеме, вы почувствовали, имеет ли она к этой всей истории какое-то отношение? Походу, да. Походу, да, потому что... В чем это проявилось? Вы знаете, вот, когда мы начали с ней разговаривать и вносить вот в ясность некоторые моменты, вот, она почему-то не была удивлена. Но когда узнала о том, что у нас есть все сопроводительные документы, на мое имя, на сестры, на Бойко Виталия Петровича, вот тут она была действительно удивлена. Она не ожидала, что такое может быть. То есть или ей ввели в уши, или это просто была видимость вливания в уши. Ну, вот именно этот момент, когда она узнала, что у нас есть все сопроводительные документы на строительство, она была очень удивлена. То есть вот тут сразу это чувствовалось. И такая у нее фраза проскочила, что она не участвует в этом. Пыталась там перекреститься, что она человек сугубо верующий. Вот. И призналась, что она делала депутатские запросы по запросу Семенюка и Пруткова. То есть это очень как бы так насторожило. Ну почему ты же и муж твои, и дочь твои, вы же хозяева гаражных боксов. Придите, пришли помощника, чтобы он показал вам всю эту документацию, чтобы как-то ясность навести. Этого не было. Ну когда мы поняли, что мы просто как вот бьемся, бьемся головой об стул, у нас ничего не получается, мы сказали, как бы донеслась еще информация, пропало наше кадастровое дело в Киев-Земе. То есть этот акт на землю, он просто исчез из архива Киев-Зема. Папка есть, а документов нет. А как такое? Вот интересный вопрос, как-то очень много совпадений получается. А вы интересовались там официальными документами? Да, 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 мы официально отправляли. А как вы обнаружили пропажу? Совершенно случайно. Совершенно случайно мы это обнаружили. Нужно были там, я просто не помню уже, нужен был какой-то определенный документ, чтобы по запросу сделать с него ксерокопию. И когда обратились, чтобы дать, нашего дела просто не нашли. То есть это была буквально там какая-то ерундовая бумага, которая не была в наличии. Вот, ну как будто, ну эти все бумажки есть в архиве. А сотрудники как объяснили? Сотрудники ничего не говорят по этому поводу. Вообще, даже игнорируют наши адвокатские запросы. То есть где-то у кого-то под сукном лежит это все дело, реакции движения никакого нет. Когда мы это сказали Татьяне Ивановне, она как-то так удивилась, пожала плечами, ну вот, наверное, какие-то клерки куда-то делали. Ну то есть вот вся эта ситуация, почему и настораживает, что все-таки 5 гектар, что стоят тут не только Семенюк и Пруткой, а стоит тут и Татьяна Ивановна, и я так понимаю, что люди, ничего круто, да, которые в верхах власти. Хорошо, скажите, пожалуйста, на данном этапе апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Ваши шаги, что вы предполагаете делать? Что мы предполагаем? Для того, чтобы вернуть, скажем так, право собственности? Не, ну, скажем так, что мы пошли по букве закона, по всем сессиям Верховного суда и приватизировали. Зарегистрировали через реконструкционную службу, все как бы положено, по новому закону. Уже на сегодняшний день полностью абсолютно законно и собственности. Да, да. Ну, поскольку у нас же вся документация есть. Вся документация, которая только возможна. Я тут благодарна отцу, что он как Плюшкин, вот, говорил, собирай бумаги, собирай бумаги. Ну, потому что он работник такой ответственный, он все, у него было записано, все-все-все. Я благодарна отцу только за то, вот, что вот нас заставил, все-таки, как бывает, вот, а, есть накладная, выбросил, есть выбросил, а тут все. Даже чеки, даже если, допустим, закупалось где-то что-то, все чеки, все подшивалось, подклеивалось. Я же говорю, когда пошли по второму кругу оформлять право властности и поехали в БТИ, и я захожу и говорю, вот, допустим, мне нужно там новый технический паспорт сделать, и все, а на меня инспектор так смотрит, говорит, а ко мне приходили уже люди из кооператива, представились, там группа людей, говорит, представились, председатель кооператива, там, и это самое, вот, по поводу этих объектов. Я говорю, как? А когда это было? В прошлом году. В прошлом или позапрошлом? В семнадцатом, по-моему, да? В шестнадцатом. В шестнадцатом. В шестнадцатом году. Подожди, нет, в семнадцатом слоу. Хорошо, эти люди приходили, и что в это их хотели, то есть в чем была их задача приходила? Их задача была оформить все документы на себя. А по внешнему описанию? Ну, я не стала к ним, это самое, потому что был еще один инцидент, я тоже в налоговую поехала, и в налоговую брала документы, сейчас же, не документы, а квитанция про плате налогов, сейчас же что-то на недвижимость, и все, на землю, на недвижимость, и раз в годовой пройдется. Я тоже туда приехала, и мне тоже инспектор смотрю, она так смотрит на меня, я говорю, а что, что-то не так, что-то, она, вы знаете, говорит, а у меня брали уже эти квитажки, приходили люди, говорит, уже интересовались этими земельными участками, я говорю, как интересовались, я говорю, документы, вот, допустим, там же оно числится, и потому ищу право властности, оно же проходили эти объекты в налоговой, я платила налоги все, мы говорю, вот мой паспорт, вот это, она говорит, да, я вижу, но, говорит, приходили люди, интересовались этими. А кто она не сказала? У нас, не то чтобы предупредили, у меня есть бухгалтер, который занимается документацией именно по налоговой, и он говорит, Юлия Анатольевна, говорит, что-то, говорит, неспроста, вами очень сильно интересуются службы, я говорю, какие службы, у нас же все нормально, и по налоговой, и везде. Ну, нам не просто не сказал ничего, он говорит, я не могу людей не поставить. Он говорит, я не могу поставить людей этих, но вами интересуется город, и тогда была полугодовая у нас аудиторская проверка, которая ничего не выявила, потому что у нас все было согласно закону, никаких нарушений. КРУ проверяла корпоратив, а нас проверяла городская налоговая инспекция, и это было около полугода, нас проверяли, но, слава Богу, акты чистые у нас есть тоже в наличии, о том, что никаких правонарушений не выявлено, ни по уплате налогов, ни по недвижимости, ну, тут все, все вовремя, все нормально, то есть не в нарушении. Хорошо, а как к этому всему относятся обыкновенные члены, хозяева этих боксов? Я вам хочу сказать, что общаюсь с людьми, со многими, многие очень знали отца, многие знают меня, 90% вообще в шоке от того, что происходит, потому что, как говорят хозяева боксов, гаражных, нас здесь устраивает все. Если это не наше, то почему мы должны это все делать? Недовольных только, ну, даже я бы не сказала 10%, процентов 5-6, не больше. Опять-таки, кто это? Это пенсионеры, которым нечего делать, или бывшие сотрудники правоохранительных органов.